Страдают и украинские учителя. В Харьковской области у педагогов Циркуновской средней школы просто взяли и отобрали землю. Учителя сами выяснили, их участки оформили на новых собственников. Чиновники местного госземагентства говорят, что это ошибка, исправить которую они не могут. В перипетиях земельных отношений разбирались наши корреспонденты. Тут прошло все моё життя в стенах этого кабинета, в стенах этой школы. Татьяна Петровна преподает информатику. Еще в 2003-м учителям Циркуновской школы сельсовет выделил по 60 соток земли для ведения сельского хозяйства. Местному математику доверили оформить акты на землю. На этих 35 человек сделана документация, государственные акты, с голограммой, с всем. Мы считали, что у нас лучший документ, который все охватывает и все уже и кадастровый номер есть. Но прошлой осенью, после сбора урожая, на своих наделах педагоги обнаружили вот такие столбики. Люди пошли разбираться в госгеокадастер. Оказывается, номера их земельных актов по новым законам нужно зарегистрировать еще и в электронной базе. Но сделать это смогли не все. И тут выяснилось, что 28 учителей нашей школы могут отримать регистрацию и землю, а 7 учителей отримать не могут. В 2015-м уже были выданы на нашу землю акты другим особам. Это люди из Луганска, Миреуполя, Полтавы. Учителей отобрали в общей сложности 4 гектара пахотных земель. Их разбили на участки для строительства дач и даже дорогу проложили. Возмущенные учителя пошли оббивать пороги различных инстанций. Чиновники районного госгеокадастера даже признали свою вину. Дескать, ошибочка вышла. Просто сказали, что это наша ошибка. Но решить вашу проблему мы не можем. Это не наша компетенция, это идет в суд. Доказать, что землю селянам выдали законно, можно было предоставив решение 14-летней давности. Но из архива документы чудесным образом исчезли. Это, конечно, коррупция. Но нам говорят, что мы попробуем доказать. А как довести? За разъяснениями мы отправились в районное управление госгеокадастера. Нас встретила замначальника. Руководителя сейчас нет на месте. Я не уполномочена давать интервью. В прокуратуре открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками госгеокадастера. Суд должен наложить арест на учительские земли, чтобы новые собственники не смогли их перепродать. Педагоги сдаваться не собираются. Говорят, дойдут до европейского суда. А строительную технику не пустят. Готовы даже вырыть ров на пути к своим огородам. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область.